Интернет-тролли такие, знаете, интернет-тролли, такие, и написали гадости. Привет, ребят, это Влашки. Начинаем! Итак, ребят, сегодня, честно, какое сегодня число, всех знают. И на компьютере даже не посмотришь. А! Сейчас я зайду на Яндекс и скажу вам, какое сегодня число, чтобы так, для отчетности... Блин, как можно понять, какое сегодня число? Нигде не написано. Ладно, по-моему, шестое. А, да, по-моему, шестое. Прикиньте, вот даже на рабочем столе, там, iMac, вот iPhone нету, все, не могу я посмотреть, телефон нет, все. На Яндекс зашел, не показывает, какой сегодня день, вот нашел, что я мое понедельник. Совсем уже двинулся умом. Короче, сижу дома, вот так вот. Сегодня пораньше пришел домой, отдыхаю от работы. И, короче, нечего делать. Решил, как бы, себя занять. И тоже что-то полезное сделать, записать в ложки. Поехали. Вы спросите, Илюк, а почему так удобно камера расположена? На самом деле, это вы не увидите. Вот, в отражении, наверное, сейчас увидите. Это тренога, трипод, который мне пришел с сайта ebay.com или .ru. Назвайте, как хотите. Вот такая хрень. Я, кстати, на нее не делал распаковку. 90 рублей. Я думаю, что вы сможете найти дешевле. Я почему-то говорю всегда, вы можете найти дешевле, потому что вы же больше меня знаете, да. Короче, удобная штука. Вот эта маленькая хренишка на фотоаппарате. Да, конечно, вы ее сейчас увидите. Вот, видите, вот она. Совсем маленькая, она поворачивается. Свободный доступ к аккумулятору и карте памяти. Вот, и прям, бас, прицепил ее куда угодно, зацепил ее. Суперская вещь. Парам-парам-пам. Пам! Итак, блок рекламы. Сегодня у нас в студии Айнур. У него есть канал на YouTube. Называется Android Apps and Electronics Review. Значит, парень имеет 869 подписчиков. Занимается обзором все, всем, что связано с Android. То есть, это ваше любимое приложение, которое закачиваете на свой Android. Ну, вот, к сожалению, в таком видео я вам покажу, но все равно. Ссылочка на его канал в описании к моему видео. Делает... Качество прикольное. Вот, короче, потенциал у него есть. Делает обзоры не только на приложение, но и на всевозможные там... Вот, электронику. То есть, видите, часики. Ну, камера хорошая, слушать его можно, голос приятный. Так что переходите, ссылочка в описании и ставьте ему тоже лайки. Поехали дальше. Пожалуй, я сам у Айнура здесь поселюсь. Обзоры лучших Tower Defense. Ну, правда, у меня андроида нет, у меня есть iOS. А вот Tower Defense это просто моя самая любимая игрушка. Это же Jelly Defense. Блин, офигеть, я ее прошел на iPad'е и на iPhone'е. И, кстати, сейчас играю на iPad'е в новую игрушку. Что-то на iPhones.ru там недавно ее выложили. Тоже Tower Defense сложная. Я не могу даже третьего уровня пройти, все, просто застрелиться. И да-да, сегодня я сижу дома. Никуда не собираюсь выходить. Загружаю сейчас вам видео про LG Optimus L9 обзор. Ну, как это можно назвать обзором, Илюха? Ты что? Ты не умеешь делать обзоры. Да. Да я как-то спокойно отношусь. Кстати, что-то захотелось сделать ролик про, не знаю этих, интернет-троллей такие. Знаете, интернет-тролли. Такие... И написали гадости. Ты просто посмотришь на других пользователей интернета, там даже девчонки делают видео, блин, в комментариях такая хрень творится. Вот у меня троллей нету. Потому что вы знаете. Если мне кто-то что-то написал, я прочитаю я это, да. И просто ударю и заблокирую. Не вступаю в дебаты ни с кем, никому. Короче, я думаю, что вы поддержите мою позицию насчет этих паразитов, горных интернет-троллей. Горные интернет-тролли. И чтобы как-то разнообразить наши вложки, чтобы они были не такие скучные, вам покажу новое видение. Мы вчера заехали в магазин. Было такое, знаете, сидение дома. Ой, блин, а что бы сделать? Поехали в магазин. Купили. Ольга себе купила Раска-Раску, который по этим, по цветам. Кстати, если вы этим занимались, ставьте все лайки, уйдите от меня. Комментируйте, если вы этим тоже занимались. Даже можете там ВКонтакте пару фоток покидать, у кого что получилось. Это уже не первая наша картина, которую мы раскрашиваем. Но это не совсем сложно, потому что здесь они крупные, видите. А до этого мы покупали, там реально было прям... Такие капельки-капельки. Вот, а я себе купил модельку с самолетика. Сейчас вам покажу, осторожненько. Это будет у меня аэрофлот. Блин, собирай, стоит 500 рублей. На самом деле, 500 рублей это, наверное, не стоит. 500 рублей самолет из пластмассы. Здесь я склеил всего, я не знаю, в двигателе, там, 5 частей. Крыло, вот эти задние крылья. Кабину пилот вставил, и сам самолет пополам. Но, короче, раз 12 или 14 пришлось в самолет что-то склеить. После этого началась раскраска. Серебряный самолет, фюзеляж. И вот это вот синенькое сзади. То, что все-таки аэрофлот будет. Вот, потом еще наклеечки будут. Никогда этим не занимался, но что-то прям желание такое появилось. Вот, и так, ну здесь уже все высохло, ладно. Краски специально для авиамоделей. Потом еще наклейки будут. Аэрофлот. Реклама какая-то. Аэрофлот. Вот, короче, это было к самолету. А это вот краски акриловые для моделей авиации. Кривый вообще, вот просто отстойный, 49 рублей. Он очень жидкий. Вот, просто неудобно. Вот, а, кстати, это Superjet 100. Как быстро уже работает наша реклама. Когда Superjet 100. Он что-то там вылетел, разбился. И тут моделька из криевой. Не знаю, мне показалось, прикольно выйдет. Ладно, что вам еще показать. Как вы, наверное, заметили. А, я думаю, вы заметили. Стена у меня приобрела опять нормальный вид. Я думаю, чем ее опять забацать. Потому что, честно, в прошлом вот эти вот, как картинки, которые были у меня из журналов, они просто отвалились. То есть я сверху начала отваливаться, и в итоге так все отвалилось на землю. И я уже не смог переклеить. Ну, и просто надоело, что я там по чуть-чуть ее клеил. Вроде прикольно получилось. Ну, сейчас чем-нибудь опять начну. Может, вот, не знаю, взять Pepsi Light, сюда присобачить, и буду как камикадзе снимать ролики. Там у меня сзади что-нибудь постоянно висит. Вот. И буду в конце каждого видео говорить вот. Кстати, Серега, Симонов, если ты смотришь, смотри, твои 5 рублей-то храню. Храню в твоем подарочном варианте в рамочке. Да, буду хранить. Через лет 200 это станет реально реликвии. Сейчас тоже такие можно купить. Я уже, конечно, пробил. Сколько там что на ебэ и стоит. Можете себе заказать там 10 штук порядка. Типа 30 рублей. Ну, блин, это от Сереги. Блин, классно иметь частичку того, что тебе подарили. Что-то бред я какой-то говорю, ладно. Вот это хреновое, да, от компании Beeline. До сих пор, блин, что-то тупит. Я не знаю почему, но комп, не только этот, но и ноутбук, при подсоединении LAN кабеля, он не видит ни хрена. То есть, вот эта штука не определяется, она только по Wi-Fi подключается. А я хочу, чтобы мой комп работал по проводу с роутером. И поэтому я заказал кабель Cross-Aware. Здесь, типа, как мне объяснили, меняются жилки и, возможно, заработает. Но это я прочитал в инете. Честно, еще не пробовал. Но пока нет желания пробовать. Но все-таки не хочу, чтобы у меня вот эта машина работала по Wi-Fi. Хочу, чтобы было по кабелю. Вот, а сейчас мы начнем что-то, я не знаю, вдруг захотелось попить чайку. Если помните, я для вас делал всякие обзоры. Не знаю, ищите на моем канале. А сейчас, ладно, дам вам ссылочку также в описании к этому видео-вложке. Короче, как заваривать чаи. Может, многие не видели. Но я сейчас не буду заморачиваться. Наверное, пуэру. Сейчас мы забацаем. Где-то у меня был такие плюшки пуэровские. Сейчас найду. Я понимаю, сейчас ноги будут мне писать, типа, что это за трава такая, что это за плюшки. Но сейчас вам все покажу. У нас познавательные вложки. Вот это, короче, я помню, покупал еще, когда болел зимой. Это бамбук. Это, короче, бамбук. Создает такой, знаете, я не знаю, как назвать вкус чаю. Не буду объяснять, не буду ничего придумывать, но вышло прикольно. Не знаю, как объяснить. Вот. Потому что я люблю пить чай, но я не люблю, даже не склонен, к тому, чтобы что-то там объяснять, сравнивать. Вот. Нашел штуки. Давайте сейчас откроем. Здесь. Ну, офигели, Придется так делать. Хороший пакетик. Оп. И чем мы здесь имеем? Должно быть, я не помню, две или три, там, каждое сто рублей стоит. Вот такая плюшечка. Вот здесь находится прессованный пуэр. То есть, он уже обработанный. И вот этой фишки хватит вам на одну заварку. Ну, значит, я не буду заваривать вот в такой пиаре. Заварю в нормальной чашке. Надеюсь, все будет хорошо. Вот такой вот уголь. Вообще, такой-то кристаллик. Я не помню, как это называлось, но типа это очень круто. Даже не знаю, как вам сблизи показать. Это еще прям реально кристаллы. Вот. В итоге получится какая-то плюшка пуэра. Это мед. Мед амфетамин. Только чай. Реально прям на мед похож. Кстати, скоро новый сезон. Блин, офигеть. Ладно, давайте попробуем, что из этого выйдет. Что-то он прям расковался. Это, короче, новый вид чая. Точно, я понял. Такого раньше точно не пробовали. Кристаллический пуэр. Просто жесть. Ладно, пошел кипяток ставить. А пока там у нас скипятится чай. Я вам покажу тюбика. Поклон. Молодец. Денег не получишь. Денег нет. Чехол для айпада. Я не помню, показывал, не показывал. Куплен в Тае за 1000 рублей. Очень прикольно изнутри сделан. Такой, знаете, шерстяной. Здесь зачем-то можно, наверное, руку ставить. Конечно, вот этими магнитами все реально блокируется. Притом, спасибо, тюбик, закрывается как книжка. Мне нравится, что ставится вот так вот. Ставится вот так вот. Конечно, ты можешь смотреть как угодно. Вот. Потому что дома это, во-первых, конечно, удобно. Когда поставил, бац, там, смотришь сериал. Но с собой брать вот эту махину, смотрите, какое-нибудь потолщение становится. Нереально. вот, что за игрушку говорил. Моя суперская видеокамера сфокусировалась. Storm of Magic. Ну, вот на iPhone писали, короче, переходить, скачивайте. Мне нравятся эти Tower Defense игрушки Storm of Magic. Конечно, сделано так, слабенько, но поиграть можно. Что-то у меня сегодня с камерой. У меня, конечно, камера, походу, на новую покупает. Она хреново фокусируется. Заметили? Значит, там увеличивать, не увеличивать. Да, ну все. Тюбан, давай камеру новую купим, а? Скиньте мне на камеру. Скиньте мне на камеру. На камеру скинься. Ребята, скиньте зверьё на камеру. На новую, пожалуйста, меня будет снимать на новую камеру. Почти дотронулся. О, вы думаете, я забыл про историю одного магнита? О, нет, я вспомнил. Ну, я даже не думаю, что вам надо это объяснять. Корон бич, Пукет. Ну, это Корон бич. Были мы там недавно. Купил себе вот такой большой магнит, чтобы прям фотка была реально прям пляжа вот этого. Кстати, вот здесь заныком клад. Не знаю, клад, наверное, никто не нашёл, да. Походу, когда я там буду все ещё раз, все свои клады найду. Вот. Ну, реально, у меня есть видео, называется, что-то, клады на острове Пукет, там, четыре этих, залажал брелка. Находите, ищите меня на Канаре, кто едет в Таиланд. Я знаю, многие едут. Ну что, пошли заваривать кристаллический пуэр. Сейчас. Оп. А, чашку забыл. Ладно, вы сейчас будете свидетелями. Я тут вообще не подготовлен. У меня сегодня всё так из рук варится. Ложку вообще взял для икры. Ладно. А, кстати, кружка из Старбакса. Илюха-мажор. Так. Ладно, бамбук мы брать не будем. А вот эту вот незаконную хрень, пуэр, в кристалликах. Давайте, давайте, напишите мне что-нибудь в комментариях. Конечно. Сейчас мы заварим. Я не знаю, что аппарат получится. Попробуем чуть-чуть. Хотя, вон, смотрите, немножко начали растворяться. Некоторые даже вон приклеили снизу. О! И цвет приобретает как настоящий черный чай. Чудеса. Ну, ладно, сейчас подождем до полного растворения. Ну, тоже так, я вам скажу, хочу сказать, чашечка 100 рублей. Вот эта вот маленькая плюшечка стоит 100 рублей. Круто. Правда, она лежит у меня уже полгода. О! Черный чай. До чего техника дошла. Честно, вот тут вроде все растворилось. На вкус какие-то саки. Ну, точнее, на запах какие-то саки. Честно. Хотя, нормально вот, когда пуэр, ну, там тоже, я не покупал, там, за 10 тысяч рублей. Ну, там, прюшка 500 рублей стоит, это большая, прессованная. Там вкус вообще этого, ну, земли. Сейчас я вам интернет найду, что вообще пишут про этот чай. Сейчас, Яндекс нам поможет. И вот раз у нас что-то речь пошла о пуэре, я вот все ищу тут кубики счастья, шу пуэр 5 лет. Конечно, столько пуэра на самом деле еще на сайте, где я все покупал. Ну, я покупал в розничном магазине, а найти что-то не могу. Типа, квадрат нет, тоже не квадрат. Не помню, как это называлось, на сайте этого даже нету. Походу, мне продали и это быстренько все ударили. Сейчас я это выпью. Круто. Короче, ребят, если вы видите этот ролик, я его выложил, значит, со мной все нормально. Я не смог найти, что это такое. Я отдаюсь в руки, точнее, в руки вам. Если вы знаете что-то такое, напишите, потому что таблетки пуэра, там, пуэра в кристаллах, может, это смола пуэра. Я не помню, что это такое было. Ну, пахнет, как саки, блин. А на вкус как пуэр, реально. Прикольно, да. Вкусно, на самом деле. Ну, запах отстойный. Бывает такое в чае. Ладно, ребят, спасибо, что сегодня скрасили мой день. Извините, что, может, так не очень интересно получилось, но надеюсь на выражение вашей любви в виде комментариев, там, лайков, подписок и рассказывать друзьям. Всем спасибо, вложки будут продолжаться и оставайтесь со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok